hello everybody hi my students hello friends на днях нам предстоит проследить за выборами нового предстоятеля академии российской академии наук то есть вот председатель академии наук или как он называется президент вот пять кандидатур у нас есть на это дело и мы должны рассмотреть эти пять кандидатур с точки зрения конечно общих требований к человеку потому что президент это требования какие к нему президенту общечеловеческие это раз то есть он должен чувствовать людей руководить людьми должен чувствовать их заботы и кроме того не только в самой академии но и требования которые общество предъявляет к академии настоящий момент то есть это должен быть человек энциклопедического ума постоянно учащийся постоянный вечный студент и в то же время он был должен был по современному уровню он должен быть духовной своего рода человек вот сейчас мы посмотрим какие требования церковь предъявляет к предстоятелю церкви первосвященникам своим а вот послушаем этот момент буквально две минуты говорили пастыри даются богу любого уровня вы хотите чтобы были люди которые могут позаботиться о пасты позаботиться о нуждах духовных нуждах других людей позаботьтесь о том помолитесь о том чтобы бог дал таких людей второе пастыри имеют божий характер мы останавливаемся на второй фразе и риме 3 15 и дам вам пастырь и второе дает по сердцу моему то есть это люди которые имеют определенные отношения с богом фраза по сердцу божьему часто переводится как те кто думает как бог то есть поставленный богом пастырь он постоянно постигает то чем наполнено сердце божье для того чтобы привести его в гармонию в свое сердце в гармонии с божьим сердцем то есть слово сердце оно иногда является эквивалентом понимания так так это используется в священном писании то есть пастыри эти люди это люди которые в своей жизни они в своем своем служении они ставят перед собой цель иметь сердце бога чтобы иметь тоже понимание жизни тоже понимание людей тоже понимание их проблем тоже боль ощущать их боль ощущать их напряжение которое не переживает цели их разочарование и так далее то есть в каком-то смысле они являются его представителями один комментатор пишет очень интересно выражает эту мысль он пишет следующее бог поручил пастырем увидеть людей его глазами прочувствовать их состояние его сердцем и проагировать на воспринятую реальность его истинной любовью я думаю если бы вот эту фразу нам запомнить из этой конференции то это бы и попробовать применить в жизни то это было бы уже огромное благословение ее еще раз повторю по бог поручил пастырем увидеть людей его глазами прочувствовать их состояние его сердцем и проагировать на воспринятую реальность его истинной любовью в принципе вот эта задача душу попечителя задача душу попечителя ничуть не меньше это пастырская задача все что будет вне вот этого определения все будет вредно то есть если не будет способности готовности видеть людей его глазами и чувствовать их состояние его сердце и реагировать на эту реальность его истинной любовью то здесь хоть по какой системе души попекай долгу не будет вот мы сейчас это и рассмотрели то есть требования у нас определенные сложили сейчас это с духовной точки зрения науку сейчас не отделяет вот от духовной сферы то есть сейчас парадигма склоняется к тому что материализм он обогащается духом божьим и сначала как говорится материи созданы тогда материалиста права потому что небо и земля потом уже создан человек из как продукт вот нашей земли из земли к этому склоняются материалисты даже вот зюганов аккопраев богоискательством заняться но мы вот рассматривали парадигму который ближе современности она хоть сформулирована 300 лет назад лебницам великим но она до сих пор вот сохраняется до настоящего время это единственная парадигма которая предусматривает предустановленную гармонию в мире и ставит своей целью вот эта парадигма на ставит целью увеличить счастье человеческого в том числе через науку посредством науки то есть цель науки полемница является увеличение человеческого счастья вот из этих общечеловеческих соображений плюс специальные знания которые должны быть конечно универсальные потому что лебница создал такой универсальный язык математический язык как интегральное дифференциальное исчисление он создал требования к тезаурусу научному и разработал концепцию как должна быть увеличиваться вот эти науки систематизироваться и классифицироваться и создал предпосылки к созданию очень светильных систем и языка машин имеющих искусственный интеллект позволяющих автоматизировать умственную деятельность человека если роботы они физическую работу выполняют роботы механические электромеханические то искусственный интеллект он высвобождает умственные резервы человека для других цель для более высоких целей вот таким образом то есть основная сейчас на современном этапе что является главным какая наука то именно та наука которая соединяет человека с богом через вот эти вот достижения научные достижения и которые не противоречат тем древним начиная с таких людей как пифагор и более ранних там монахсагор и другие всякие горы и вот соответственно чтобы не противоречить вот этим устоявшимся нормам развивать дальше науку двигать а мы сейчас видим регресс а почему потому что нету соответствия у нас наука идет по пути уничтожение человечества она не противоречит тем искушением которые человек в социуме подвергается она их усиливает и приводит в конечно приведу простой пример это энергетика она же план гуэлру он в самом изначальном ну так же и за границей у нас вот гуэлрота было но план то всеобщей электрификации и так далее а через что через использование воды это плотины перегораживание стоков рек что мы имеем мы имеем запустение в реках разнообразия рыбные это нету жизнь вся в реках прекратилась из-за этих плотин движуха воды то нету и рыбы не плавают против течения то вверх и вот эти гирлянда вот этих вот конечно они обеспечили энергетику все правильно но они подорвали во-первых экологическую систему и пищевую основу как говорится хлебную основу человеческой это вот рыбную посмотри мы имеем сейчас вот рыбу вот эту но немереной цены и везем откуда-то хотя тут тут кругом реки у нас и пруды а рыба то в ней и нет вот таким образом это только один пример то есть энергетика она она изначально то было по пути сначала сжигали вот эти леса выжигали экстенсивное развитие сельского хозяйства из-за этого произошло и на отопление и на строительство жилья и даже дороги использовалось дерево деревянные мостовые это вот такой простой пример и другие примеры тоже можно использовать вот это же самое генная инженерия она тоже противоречит в принципе всеобщей вот любви как говорится который вот сейчас требования товарищ говорил то есть и вот развитие общества социума человечество никак не может отрегулировать свою даже численность живем как пчелы как размножаются как особенно вот священники которые сейчас разговор у них по 10 по 12 детей они все плодятся по старому закону и все требования там больше 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 надо и безработица растет то есть у нас регулировка численности нету она уже в новом завете заложены это новый совет это основной красной нитью проходит что непорочное зачатие и для того чтобы размножаться надо как команда свыше вот богородица она по команде свыше только как родила то иисус пришел архангел гавриил и сообщил ей благую весть также на основе архангел гавриил пришел к ее родителям когда старые были родители то они уже пожилые вышли из родного возраста но гавриил пришел и вот родилась богородица мы сейчас у нас как раз рождество отмечается вот эта неделя до двадцать пятого числа идет праздник рождества богородица вот таким образом новый новый завет он направлен на регулировку вот этой численности наши вот эти химики там эти у нас же бешеные доходы приносит медицина но нигде нету такой все препаратов которые сдерживают вот эту вот тягу к блуду к этому а наоборот возбуждающие рекламируются везде возбуждающие средства вот вам 70 лет но вы купите такую таблетку и будете как молодой там удовлетворять потребности женщин но это это явно и вот наука она не туда идет правильно то есть она заложено уже порочные искушения но в библии написано как невозможно то есть избежать искушения невозможно но горе тому через кого они приходят эти искушения лучше бы тем людям не родиться вообще через который происходит вот который рекламирует табак вино вот эти вот все вот возбуждающие средства и так далее не успокаивающие возбуждающие именно вот таким это общее состояние человека но экология то есть у нас главный вопрос сейчас что социальная форма организации общества произошла поляризация после насильственное как говорится сверху закрытие социализма вопреки воле народа вопреки референдуму у нас произошло закрытие социализма и социалистического всей этой системы распались государства стоявшие на единой теоретической основе а почему потому что вот эти вот и коммунисты которые после сталина пришли они перестали развивать теоретические основы они думали что вот вот коммунизм все маркс энгельс открыли мы будем их ей трудочитать и ленина и сталина но сталина не будем он плохой сталин уже сразу похерили его в 56 году но вот вы ленина опять вернемся к ленину и будем его читать и это все вот как будет у на это как закон ньютона будет как закон всемирного притяжения уже незыблемая такая основа но потом поняли что это вроде бы науку то это надо развивать а она упёрлась в догматику вот это вот институт марксизма ленинизма при цк кпсс вот этого в академии наук философии марксистской философии и так далее там уперлись в тупик в какой философский то что они уперлись в чертовню диалектику гегельскую это чисто чертовня она это беседа двух систем разделишь тьма разделилась на две половины и она между собой ведет диалог вот это диалектика диалектика марксизма ленинизма она на гегельская основа она не живая а ленинсов мы отхи похерили там и ленин на него не ссылается кормался ну карл маркс еще там положительно о нем отзывается с они не ущучили этой диалектики отличие гегеля от от лебница кстати говоря вот кандидатуру если бы сейчас был такой как лебница который мог программу он кстати основатель нашей академии наук считается два или три раза он стоял на на кладе у петра первого петр первый сам к нему ездил два или три раза с ним беседовал и лебниц ему план создания академии и учеников своих туда послал для затравки как говорит чтобы это кристалл академии разрастался часто телер там один из учеников считается лебница ну и труды обмен трудами и так далее шоу а дальше патриотические такие силы ломоносов подстегнулся как-то несмотря на препона на все получил необходимо образование дорвался до части вот этой премудрости но не все на нее охватила опять он лебница то не не полностью его ущучил пользуясь тем что он слишком распылялся ломоносов он и труд трудился руками как говорится и головой и сам участвовал эксперименте то есть он был прекрасный разносторонний энциклопедически развитый человек но видимо наука уже так разрослась что она требовала определенной специализации в то же время каких-то общих вот основ для ее развития как таких основ которые давал вот лебниц нам это это глядя дефицит отчисления то есть создание математических моделей и физических процессов без этого мы конечно никакую науку там мы не можем этот разобрать вот вот таким образом то есть лебниц это был тот человек тот который идеальный был бы у нас в президента академии наук здесь спорить и трудно наши вот академики ближайшие вот взять и советские советская наука кстати было очень уделяло большое внимание академики были на высоком уровне решали задачи важные нужны практические задачи кого можно выделить там вот келдыш был из молодых президентов он решил важную задачу шимми значит колес автомобиля который позволил вот сход развал вот это его была математическая модель чтобы шины снашивались равномерно не с одного бука как при жесткой подвеске как раньше было с одного бука они дорога то она сферической формы имеет определенную смысле цилиндрическую бугром таким для ската воды и вот шины сравнивали с нашего с неравномерно это вот задачу он решил александров был академии математик чистый математик тоже практические задачи решал на тогда были решены задачи многие оптимизации важные такие вот например даже в практических целей были разработаны математические модели да по упаковке допустим молока вот эти треугольные пирамидальные вот это треугольные пакетики молочные были выпускать с они очень ловко ложились в эту тару в ящике практически были к очень экономичны бумажные эти пакетики вот но сейчас их стали делать не треугольными а то но тоже определенной формы надо это было упаковку предметов в космический корабль также вот это все а школа александрова как больше туда напихать всего в заданный объем и также это же молекулярной в ядерной физике тоже эти проблемы у него то есть это были ученые в которых признавал признавала мировая общественность и которые зады не повторяли делали сами решали практические задачи такой же был ученый вот глушков он принципе разносторонний был академик и продвигал эту единую систему вычислительных машин и таких академиков было у нас много но сейчас вот то в связи с тем что наука она стала мало интересовать руководство страны потому что руководство страны заимствует это все эту всю науку за рубежа она покупает там это все все эти результаты все покупаются и тут они используются зарубежные вот сейчас только стоит вопросы микросхемы вот эти сверх большие интегральные схемы применять отечественные все это дело внедрять там все станки это берутся все из-за границы вот эти автоматы по производству микросхем они же все закупаются все за границей также медицинское оборудование все закупается все там вплоть до того что у нас сейчас и материальная основа этой науки исчезла потому что нету даже токарь хорошего или средства инструментальщика лекарщика не найдешь трудно найти и они нигде не готовится кстати говоря советский союз то почему-то разрушился у нас вот эта связка на производство обучение было не налажено вот эти старые мастера которые работали в войну скажем войну они работали они не хотели передавать опыт более вот нашему поколению которое после войны пришло которое после войны пришло обучаться у них у этих мастеров и они уже возникли сказали что вот мы бесплатно не хотим их нам надо чтобы ученические за них платили а это уже противоречие социалистическому принципу то есть и они боялись что мы наберем выше их квалификации и выйти с ним их поскольку они были пьяницы некоторые из них потому что они привыкли пить в цехах там вместо хлеба вместо питания вот ты выставляли спирту спирту выставляли и они все в алкогольку войну превратились за войну потому что спирт он все-таки углевод это энергии быстро энергии они работают очень долго выпускает военную продукцию там всевозможные вот и они не хотели учить и уже вот ну что я посмотрел что меня не учат ну куда деваться надо идти в институт пошел поступать в институт думал что там меня научат но там тоже в институте сказали же тоже мы вас не учить пришли чему вам мы вас пришли учить не наукам пришли учить а пришли учить как вам самим учиться постоянно чтобы учились но это неплохо но с другой стороны такой вот квалификации это уже будет одно дело ты тыкаешься по методам как говорят случайных чисел учишься этих знаний получать а другое дело когда ты уже садишься на тематику конкретного руководителя и продолжаешь ее вот вот такой вот связка она была вот эта потеряна при социализме хотя те же самые рабочие они получали очень много год от социализма квартплата была вообще никакая за свет платили вообще копейки какие-то но боялись вот что их под сидят но под сидят пенсии были хорошие неплохие пенсии то были больше чем зарплаты и начинающего инженера если начинающий инженер получал 105 рублей то пенсии было это 110 120 рублей пенсии было у кого стаж большой 132 там была пенсии ну это извините изображение если стиральная машина стоила 50 рублей там можно было пенсионеру хорошо жить вот это вот связка она вот потерялась и поэтому у нас квалификация всех работников особенно это сказать в науке сразу же почему потому что начали обучать сынков дочек и получились академии же внучата сейчас академики там мы говорили как-то вот так кризисе науки образования у нас была такой разборка потом разобрались это подробно в лицах как говорится этот трагедию то науки то и вот сейчас мы пришли к итогу какие требования к науке требования никаких потому что там у лубянки у них своя наука она там там экономика своя и бюджет свой там свой экономист сидеть вот бортников он экономист по образованию дети у него в экономиста сидят правлениях банков основная значит наука там какая спекуляции валютные спекуляции почему потому что если у тебя как в начале своей карьеры путин говорил бабки надо делать бабки надо делать какому-то знакомому он в ленинграде еще бабки надо делать некогда заниматься ерундой почему потому что охватила вот эта горячка что мол за деньги все можно купить оказывается нет вот то получилось что ну вот и денег куча арафеллер это нету пять сердец себе поставил а все равно нету человека так не в этом вечность состоит а стремление к тому чтобы то подольше пожить побольше похапать вот этих вот денег уже комнаты денег вот упаковку полковника как вот простого подполковника комната набита была деньгами и какой-то там губернатор это цехалина вообще немерено там что-то какие-то ужасные деньги и все это дело закупоривается вот на этой частной системе то она же деньги то есть кровь экономики но вот она получается затрамбовывается в этих комнатах то и общество сейчас она в шопоге смотрите какие восстания ну они конечно задавливаются эти восстания жестоко подавляются палочная система но все равно прорывается недовольство она не только из интеллигенции но и уже молодежь и рабочий класс молодежь всегда была застрелечка в революции то есть назревает новая революция и вот в этой вот обстановке при революционной ситуации но у нас состоятся вот эти выборы сейчас вот на днях в конце этого месяца сентября одно поскольку вот у нас вышла с классовый какой обществе классовое общество да есть эксплуататоры вот эти вот группка небольшая там пол процента этих людей миллиардеров которые захватили всю собственность общенародную захватили вопреки вот это референдума я уже повторял и есть простые люди вот которые живут там на 10 на на 7000 рублей в месяц а который получает там в минуту 7000 долларов в минуту некоторые получают 7000 у нас рублей в месяц пенсионеры часто вот это расслоение но она не указано слабый там что там и старичу нас выводит и мы будем все здоровенькие вот ходить в эту фашизм это как он евгеника вот это евгеника она уже отслаивается в головах вот этих вот всех наших лидеров и просачивается она в телевизор этот евгеника то есть медицина платная только для богатых образование платной только для богатых и за рубежом вот таким образом и поэтому вот академию то она роль академии какая так же что и у чиновников то есть это те же чиновники по распилке бабла как они эти академики схватились за эту собственность когда предложили они хотели отнять эту собственность чтобы они материальными вот этими столами стульями своими зданиями не распоряжались а распоряжалась бы отдельное управление при этой академии вело бы вот эту всю хозяйственную деятельность а ученые занимались только ученые но это же нельзя 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 то они схватились и чуть не забастовку письма писать мы против вот эту новую структуру академии среди них вот один из этих кандидатов тоже подписал письмо против новую структуру академии но она не может оставаться советской структуры потому что уже советская власть она похерена это академия должна быть она в принципе теперь другая если мы идем пример кальку берем с америки то она должна быть институт инженеров институт инженеров электриков институт инженеров там связистов или транспортников или ядерщиков вот таким образом так короче говоря то есть требования к академиков сейчас к президенту академии наук видимо уже не надо этого энциклопедического никакого знания и нужен человек администратор и вот он первый кандидат это каблов евгений николаевич мы при перейдем сейчас рассмотрим эти пять кандидатур ну при помощи нашего родного пифагорода вот к обловке евгений николаевич что он тут заведует он авиационных материалов институт авиационных материалов что это авиационные материалы ну раньше деревянные были самолеты потом цельнометаллические там титановые этого алюминиевый а сейчас пластиковые там всевозможные эти пластики и вот этот т-50 уже корпус имеет не металлический корпуса пластики который проще и металл кстати говоря дерево то есть вот в эту дерево то прессовать это в институте физики твердого тела в черной головке было показано что если дело дерево под 200 атмосфер положить то у нас становится про чьи стали на много во много раз про чьи стали вот таким вот таким вот если пластики такие создаются которые про чьи стали а по весу по весовым показателям лучше то вот и этим материалами занимается вот каблук но он он же практически не занимался этого материала он закончил мвту и пошел в ям вот этот авиационных материалов там он проработал до завсектором по моему там стал а потом его перевели на на 5 лет он освобожденный секретарь порткома баумовского райкома виам то есть освобожденный секретарь порткома виам но руководители него были баумовском райкоме при баумовском райкоме парт работник ну парт работник все это на квалификацию он потерял квалификации свое он потерял и значит когда после этих пяти лет дальше он пошел на руководящую работу и стал директором этого виам но это чисто административная работ тут уже наука никакой не пахнет то есть это дело партийное и мы посмотрим что это пифагота дает что вот он каблова для каблова 14 февраля 52 года рожден видите у него здоровье то у него как у трампа четыре здоровенький человека но это требование хорошее принципе да председатель должен быть руководитель здоровым и энергетика у него смотрите две пять двоек он да он мог бы вместо зюганова работать вполне а вот но у него значит есть какие недостатки вот это скрытый эгоизм он считает себя вообще самым супер человеком а все остальные у него не очень плюс тому везухи у него такой нету и что чувство долго отсутствует напрочь отсутствует чувство дух и вот еще один недостаток это единичка это перебор по женскому полу но поскольку здоровье позволяет и нужно их перебирать вот таки а так у него все нормально у нее логика есть и только единственно что вот троек нет то есть он не ученый но это ясно то партийный работник он сразу ушел от этой науки в администра в администрирование вот если академик должен быть первый академик должен быть администратором то вот это такая кандидатура невезучего без чувства долга а да да без чувства долга товарища то есть у него вот китайцев определяет не все золото что блестит вот такой девиз то есть вы видите это будет администратор это не ученый ясно не ученый но зато здоровенький он там будет все это дело как администратор линию партии непонятно какой правда будет продвигать в академии следующий кандидат красников геннадий яковлевич это товарищи не молекулярной электроники там микрон организации микрон миед мфти специалист по сверх большим интегральным схемам но мы знаем там крюкова то для этого она и строилась с привлечением американских специалистов но вот к сожалению они не смогли хрущевскую мечту обогнать то перегнать то вот эти западные компании вот почему вот красников геннадий яковлевич но у него девиз хороший у китайцев справедливость то есть это довольно таки уже неплохо но ведь у него уже эгоизм еще выше чем у того партийного товарища и это предельный эгоизм то есть я эгоцентризм полный эгоцентризм тоже здоровье неплохое для этой работы и 58 год сравнительно молодой для этой должности и вот видите у него есть аналитический ум большой к точным наукам три тройки у него есть и логика энергетика небольшая есть все есть и он очень порядочный человек у него восьмерка девятка у него талант правда слабо выражен да но таланта особого нету можно сказать и ну все остальное у него в общем очень хорошо кроме единственного от везения и вот этой единички все остальные характеристики и у него девиз такой справедливость трудно назвать в соответствии вот эта единичка эгоизмом трудно ждать от него что он будет слышать сердцем людей то когда вот в начале нам товарищ разъяснял начале цитату я приводил так следующих характеристика нигматуллин роберт он 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 сейчас в рио временно исполняющий обязанности института океанологии а вообще он закончил мвту мехмат мгу и все такое прочее надо сказать что вот спиция как специалиста опять же вот выяснить вот посмотрите здесь опять ученым это не пахнет видите это тех это может инженер но не он не ученый у него нету мотивации троек нет и нету логики вот что логики нет то есть он скрупулезный очень скрупулезный человек он вам иностранную книгу переведет ее изложит и под своим авторством издаст это он и будет наращивать эти издания все за счет конечно иностранной этой науки плюс вот это у него вот такой видите единичка тоже по сексу ну это чё он уже старый какой у него секс ну вот видите две восьмерки он идет он очень отзывчивый человек готов помогать ближним своим там соплеменникам своим но идет под влиянием непорядочных людей и девиз у него китайцы дали ему не все тоже золото что блестит сорокового года ему 77 лет ну вот у него чем отличается у него он компромиссный такой человек найдет общий язык со всеми и и вот в этом у него большое достоинство так у него вот энергетика есть и здоровье небольшое есть хотя вот он не ученый это это ясно что это мы уже про таких ученых говорили что это не ученые они копировщики копирайтеры следующий представитель это панченко владислав тоже сравнительно молодой ну тоже около 70 70 лет как раз в этом году вот здесь вообще характеристика интересная видите он рожден 15 числа мы про таких людей лекцию читали зондаркоманда и беди 15 характеризует хаос это он создатель хаоса вообще в управлении будет создатель хаоса тоже скрытый эгоист тоже считает себя значит выше всех но даже удивляется когда этого никто не признает вот у него сильные черта это он может вид навесить лапши на уши собеседнику очень приятный собеседник но вот ведь он мизантроп он не будет сердцем слышать этих людей ученых кроме того в него вот пятерка вот это вот но и 70 лет это уж там пятерку он все уже наверно расстрелялся патроны и вот у него нету этого восьмерки главное нету восьмерки нет чувства долга и нет у него энергетики хотя здоровье вот есть у него хорошее здоровье и везение в картах то есть он везучий в кадрах в картах но забывчив добродетели очень много целей ставит перед собой вот ну вот у него матрица у единственного из этих кандидатов вот те были деструктор а это конструктор то есть матрица на конструктора тянет ну конструкцию можно создавать такую что случайно можно как говорится избу на курьих ножках создать вот дело не в этом а вот у него аналитический ум есть кстати говоря но чувство долга это нет и мизантроп ясно что он руководители не годится и последний специалист надо у него какой символ то добрая старина вот панченко владислав да он будет беседовать хорошо все и вот будет содержаться за эту старину хотя он там занято лазерами у него и фемтосекундный лазер и все но все это все это зарубежное все это перели переписывание зарубежной литературы так же как вот сергеев александр вот у него кстати говоря я это перепутал немного фемтосекундный это наверно сергеев но это тоже лазеры в медицине у панченко тоже лазерщик и плит мгу фисфак мгу но сейчас он руководит панченко российский фонд фундаментальных исследований то есть он к деньгам ближе к деньгам то есть распределение вот денег между фундаментальным исследованием это у него сейчас основное будет также вот сергеев сергеев это совсем другой зачем он занимался он занимался электромагнитные волнами в замагниченной плазме то есть само движение вот этих электромагнитных волн замагниченной плазме заведовал лабораторию сверхбыстрых динамики и фемтосекундная оптика хирш у него высокий 48 это хирш считается высокий для для наших специалистов в кавычках вот так хирш большой и он 55 более меня так помоложе так выглядит на сергеев этот вот он мы всех рассмотреть последний сергеев до последний вот рассмотрим его что мы видим дельта у него нулевка но он как хранитель идет да тоже и крайне эгоист энергетики ну это начало рептилоида две двойки и нулевка здоровья но зато у него логика две пятерки как у многих рептилоидов логика колоссальная и две тройки есть аналитический ум то есть исследователь следователь и у него две восьмерки тоже очень отзывается на запросы людей но под влиянием непорядочных людей нет везухи нету здоровья а так все вот и большой этот эгоизм вроде бы этого сергеева не знаю сергея ли у кого там и дочка и жена работает в одной организации до институте проглотную физики это это верно да он работает в ипф и там у него же сотрудникам числится и жена и дочка то что тоже характерно для поздних советских застоя советского же застоя период перед кончиной советской власти семейственность это называлось расшебейство она сначала присутствует а потом начала вдруг резко поощряться эта семейственность в науке и в преподавании ее преследовали а потом стали резко поощрять ну потом уже там за несколько лет а до кончины советской власти вот мы видим вот это вот этих людей мы 5 кандидатур кто их выдвинул вот вопрос кто их выдвинул они сам себя вот выдвинул один этот он сам себя выдвинул так написано так вот нигматуллин он сам хочу быть президентом все ну по президенте немного пенсионер чего ему не по президенте то вот таким образом то есть эта фигура скорее вот администратор от науки ли там ну я не буду называть ты проходимцы там или копирайтеры или все попугаи от науки с нулевками троек нет ну эгоизм позволяет наверно там им добиваться больших успехов но все это я все это смогу вот таким образом то есть мы видим что если честно подойти то кандидатов нет то есть эти пять кандидатов это все с нашей точки зрения не негодяи не в том смысле что плохие а негодяи значит негодятся они не годны никто но если вот из пяти взять все таки лучшего если все таки лучшего то взять то вот сергеев это у него погоняло каприз панченко погоняло хаос доброй старина это у нас в прошлом с хаоса был нигматуллин не все золото что блестит красников справедливость ну вот и из того что есть если других нельзя вот красников вот этот человек он хоть он и крайне эгоист но как говорится с 58 года более-менее молодой справедливость ну хотя бы справедливость будет и направление науки у него такая молекулярная электроника на современное направление таким образом у нас нету кандидата ни одного который обладал бы энциклопедическими знаниями более-менее так во всех хотя бы на уровне лебница такого даже нет пусть он на 300 лет назад был он науки бы знал бы эти все чувствовал тот тезаурус который был у лебница вот и мы видим что очередной значит будет крах этой науки академической науки ну так же как вот крах уйдет вот застою это поляризационные поляризованное общество поляризация она к чему ведет к разряду плюс минус сильно поляризуется и искра вот она искра вот сейчас вот осенью ее намечается искра повсюду мы видим на улице черные фигуры в погонах черные фигуры их очень много стало явно что власть боится всего боится даже какую двое человек соберутся уже кидает в автобус вчера видел вот так же вот и ну и наука вот она что наука она куда нам нужно то она не в принципе народу сейчас не нужна такая наука кому нужна наука если у человека 7000 зарплата пенсии там или зарплата 15000 она не нужна потому что наука она идет опять к разорению бюджета забирается на вооружение на эту науку на дележку фактически эти люди будут делить пилить бюджет научный те вот крохи вот полтора процента там которые даются на эти науку вот они будут хищнически там между собой это делить и используя вот эти всякие связи вот и все мы выбрали это у нас красников он справедливость по крайней мере там в академии обеспечит всего доброго до новых встреч вズев bait да вот в hundred в чисто вот в мост